Амурский тигр Амурский тигр Амурский тигр На территории нацпарка Анюйский То есть вот здесь обитает значительная группировка амурского тигра И соответственно мы не могли пройти мимо и начать свою деятельность на территории В качестве базы для национального парка Анюйский мы выбрали ваше село И в связи с этим мы начинаем свою деятельность по формированию природоохранной и социальной инфраструктуры Отделение почтовой связи появится в селе чуть более чем через год Но уже сейчас для местных жителей установили обновленную вышку РТРС Последние два года в Арсеньево был доступ лишь к спутниковому телевидению Уважаемые друзья, уважаемые коллеги Сейчас мы открываем первый объект В котором, собственно говоря, начинаем продвижение и формирование инфраструктуры И строительство новых социальных объектов в селе Арсеньево С следующего дня вы сможете получить доступ к 22-ю российским и зеленым детеканалам Отправляемся южнее в национальный парк Бикин в Приморском крае Где по соседству с Амурским тигром испокон веков проживают представители коренных малочисленных народов Накануне Дня тигра в столице национального парка, селе Красный Яр Открыли библиотеку с шахматным клубом и новый офис особо охраняемой природной территории Оба объекта созданы центром Амурский тигр при поддержке организации спонсоров Мы открываем новый офис национального парка Бикин Люди, которые охраняют природу, должны иметь достойные условия для работы Здание офиса возвели на свайном фундаменте из клееного бруса Эта технология уже хорошо зарекомендовала себя в условиях местного климата Такие строения удобны в эксплуатации и экологичны В нем размещены рабочие кабинеты администрации учреждения с полноценным техническим оснащением Отдел охраны, архив, кабинет для переговоров, бытовые помещения, а также созданы все удобства Следующей новостройкой стала библиотека с шахматным клубом Она станет для местных жителей не только литературным центром села, но и местом для проведения кинопросмотров, занятий детских кружков Библиотечный фонд здесь уже включает современную литературу, классику, книги на удыгейском языке, издания об амурском тигре и природе юго-дальнего востока В библиотеке разместился шахматный клуб «Белая ладья», где будут проходить культурные и образовательные мероприятия, а также встречи клуба друзей национального парка Первый большой шахматный турнир пройдет здесь уже в конце декабря 2022 года В ходе мероприятия Константин Чоченко сделал первый церемониальный ход на одной из досок, а также стал первым зарегистрированным посетителем новой библиотеки На следующий день, 25 сентября, в штаб-квартире Приморского охотнодзора в Уссуриске был открыт кормоцех В цеху будут изготавливаться корма для дальнейшей подкормки диких копытных животных, которые оказались в сложных условиях Если мы едим, животные в их сетроцентрах могут покушать А это что? Укруты Кроме того, представителям особо охраняемых природных территорий Приморского края были переданы 20 новых автомобилей Мы передаем автомобиль живо и суду управлению по охране объектов животного мира и особо охране природных территорий Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Министерства лесного хозяйства 25 сентября День Тигра пришел уже в столицу Дальнего Востока Мы начинаем торжественную церемонию гашения почтовых конвертов День Тигра Подпис эксклюзивного почтового штепеля с логотипом Центра Амурский Тигр На сцене Краевого драматического театра имени Горького прошел торжественный прием, на котором наградили тех, кто ежедневно трудится на благо сохранения Амурского Тигра Государственные, ведомственные и общественные награды вручили людям, внесшим в прошедшем году наибольший вклад в дело Тигра и природы Дальнего Востока Последнее воскресенье сентября 26 число Владивосток чествует Амурского Тигра, животное-символ Приморья Из-за эпидемиологической обстановки администрация Владивостока, правительство Приморского края, Центр Амурский Тигр и Русское географическое общество изменили формат праздника И вместо карнавального шествия открыли множество компактных тигринных локаций в городских скверах, на набережных, в парках и даже в международном аэропорту Всех гостей приветствовали аниматоры в тигринных костюмах, а детский спортивный коллектив по чирлидингу устроил полосатый танцевальный флешмоб Пассажиры, встречающие и провожающие могли нанести себе тигринный аквагрим, принять участие в конкурсах и выиграть призы от Центра Амурский Тигр В центральной части города, на спуске к набережной спортивной гавани, состоялся концерт детских коллективов И награждение воспитанников детских садов и школ, которые в сентябре принимали участие в тематических конкурсах, посвященных приобщению подрастающего поколения к бережному отношению к природе Напротив спорткомплекса «Олимпиец» прошли соревнования по карате, армрестлингу, трикингу и экстремальным видам спорта В Кубке Приморского края по баскетболу 3х3 в мужской категории старше 18 лет разыграли путевку на финал Кубка России Провели на этой площадке и веселые старты, включавшие забавные прыжки в мешках и передвижение гигантских спичек А еще спидкубинг по сбору Кубика Рубика Тут же состоялись мастер-классы «Квиз-плиз», «Тигринные принты» и «Снимись в кино» На стенде «Тигринная почта» от Почты России можно было отправить тематические открытки саморским тиграм своим родным и друзьям Шансом воспользовались десятки гостей праздника На учебно-дрессировочной площадке молодежного спортивно-кинологического центра «Фаворит» в парке Минного городка провели док-фестиваль Лучшие друзья человека соревновались в сообразительности, скорости, внимательности, умении преодолевать полосу препятствий и других истинно собачьих талантов Все участники события получили призы от центра «Амурский тигр» В Адмиральском сквере национальные парки и заповедники презентовали свои достижения в деле сохранения полосатого хищника А местные фотографы организовали тематическую фотосушку Посетители заповедных развлекательных точек попробовали себя в роли тигроведов Запускали воздушных змеев Пополнили свои знания во время познавательных викторин Поучаствовали в мастер-классах по созданию тигринных магнитов И раскрашиванию подарочных футболок от центра «Амурский тигр» специальными, несмываемыми красками А также оставили свои пожелания жителям тайги и, конечно, ее хозяину «Амурскому тигру» с помощью лесной связи Закрывали программу мероприятий полосатого выходного Выступления местных стендап-комиков и участников музыкального квартирника в Пушкинском сквере Перформансы талантливых владивостокцев уютным сентябрьским вечером оценили многочисленные гости День тигра Уникальный экологический праздник, объединяющий десятки тысяч людей от мала до велика В нем каждый участник отдает свою дань тем, кто стоит на страже дикой природы Благодаря ему мы можем быть уверены, что самая большая кошка планеты находится под надежной охраной А дело сохранения «Амурского тигра» будет крепнуть и продолжаться Сегодня, завтра, всегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok